Дорогие друзья, немножко о празднике шелут, но вот с другого ракурса. Мы всегда хотим все знать, человек хочет во всем разобраться, человек хочет все знать, он хочет быть богом в своей жизни, то есть как минимум на равных понимать, что происходит. Правда, воспринимаемый мир только через ограниченные свои пять приборов. Понятно, что есть кто-то там, орел лучше нас видит, кто-то лучше нас слышит, кто-то запах различает лучше. То есть есть какая-то часть мира, которую мы не ощущаем в данный момент, но мы тем не менее считаем, что вот да. Мы не можем понять судьбу ни свою, ни чужую. Мы не можем истинные причины, вот судьбы человека, скрытые от него, в этом законы и сложности этого мира. Скрытые абсолютно, они связаны с его миссией в этом мире и с прошлыми перевоплощениями. Поэтому человек не знает, почему происходит, и каждый раз ему кажется, что вот надо было немножко бы не так, и он бы поступил лучше. Поэтому говорят мудрецы, что чем проще веровать, не понимаешь, оставь на следующий год. Тебе что-то непонятно, не в совы проблему эту, верю, не верю. Ну, бери, я не понимаю, ушел в год. Все, на следующий год поймешь. Серьезнее, глубже. И что произошло? Бог понимает сущность человека. Он что нам дал? Ты хочешь все знать? Хорошо. Он сказал, пошли со мной, привел на гору Синай и дал Тору, где дам ответы на все вопросы. Все очень просто. Человеку просто кажется, что так просто не бывает. Вот так оно и есть. Но так как Бог действительно знал человека, а знаете, когда ребенку дашь гранату от великой радости, ты не принесешь ему никакой пользы. Поэтому он сделал так, что книга эта открывается постепенно. И каждому на его уровне, каждый год по-новому. И вот так вот, в зависимости от силы сердца. Каждый год по-новому. Поэтому это важнейший праздник Шалот. Потому что в этом году каждый из нас получит от неба свою Тору. На том уровне, на котором он находился весь год, но еще с какими-то там небесными расчетами на следующий, которые нам не постижили. Это день раздачи божественного благоволения на следующий год. Пряники дают бесплатно. И в большом количестве. Что делать, чтобы их получить? Тоже не сложно. У человека есть два пути, написанные на земле. Это путь веры. Или путь материи. Верив в себя, человек это звучит гордо и так далее. Все, что надо делать человеку, это выбрать правильную дорогу. Как это сделать? Тоже не сложно. Все знают, например, историю Давида и Голиафа. Будущий царь Израиля Давид, маленький там, востушенок, побеждает вызывающего ведущего себя трехметрового гиганта и убивает его. Но, может, не все знают, что это два прямых родственника. Это два близких родственника в наших книгах. Это все описывается. У Наоми, напоминаю, было два сына и две невестки. Сыновья умерли, а невесты выбрали разную дорогу. Руд, невестка, пошла с Наоми дорогой веры и стала той, от которой произошел царь Давид. Орпа, вторая невестка, выбрала путь материального мира. От нее произошел Голиаф. И, казалось бы, трехметровый гигант, он обязательно победит маленького пастуха. Очень часто так кажется в мире. Или там огромный гигант, или страна какая-то. Все это не так. Все расчеты у Бога. И Бог нам объясняет на примере Давида и Голиафа, что физический мир – это видимость, иллюзия. Он ничто по сравнению с духовными силами. Абсолютно. По сравнению с вечностью, кусочек 120 лет – тоже ничего. И поэтому на наших глазах Давид побеждает Голиафа, чтобы научить нас, научить самому главному. Выбери правильный путь. Будь с Давидом, а не с Голиафом. И хотя весь мир тебе кажется Голиафом, и кажется, как можно победить вот это вот. Как могло разрушиться вот эта стена? Как могло это? Вот так вот просто берет и разрушивается. Потому что Бог знает лучше людей. Он знает, как правильно. И когда Он дает нам книгу, которая подскажет нам правильный путь, отказываться от нее или не пытаться ее хотя бы открыть и проникнуть в нее. Ну, я думаю, что это не совсем правильно. С праздником наступающим! Браха ва снаха! Браха ва снаха!